добрый день всем в абакане марафон добрых дел добрый декабрь это как раз большой праздничный калейдоскоп событий и сегодня мы будем говорить о том как он проходит какие есть уже промежуточные итоги я считаю что добрые дела нужно делать не только по праздникам и вообще без даты в календаре просто так по зову сердца и как раз сейчас в нашей студии те люди которые это делают доказывают созидают руководят определенными процессами проекта добрый декабрь и вообще всегда готовы помочь это управляющий делами администрации города абакана людмила анатольевна степанова главный волонтер города абакана руководитель штаба волонтеров анна медведева сорганизатор акции добрый декабрь организатор фонда дети абакана и директор школы номер три екатерина серякова вот такие прекрасные девушки на самом деле у них еще очень много должностей если все пересчитать перечислить много времени уйдет самый главный и самая главная их должность это делать добро помогать людям и сегодня мы я надеюсь услышим разные истории трогательные истории почему люди это делать что их толкает ведь добро может делать каждый самое главное захотеть анатольевна вам слово потому что вы знаете вот последнее время накатывают какие-то события когда нам всем нужно объединяться создавать вот эти ниточки добра для того чтобы все было хорошо ковид нас испытал на последние два года нас тоже испытывают но мы не сдаемся и мы впереди расскажите пожалуйста какой был этот 2023 год марафон добрый декабрь который еще продолжается какие принимались решения но у нас во первых надо сказать о том что нас добрый декабрь не первый год у нас уже в течение пяти лет при главе города есть координационный совет по добровольчеству волонтерство куда входят представители очень большого количества общественных организаций которые есть нашем городе и которые занимаются добрыми делами с удовольствием на самом деле не один раз в год действительно не только в декабре у нас только фунт наш дети абакана они проводят в течение года несколько благотворительных акций и поэтому конечно мы вроде бы планируем всегда в конце года что у нас будет в следующем году но жизнь вносит такие коллективы что еще ни разу мы по этому плану вот от начала до конца не прошли он всегда становится намного шире и мероприятие проходит намного больше и конечно очень радостно что количество добрых людей и людей ребросердечных в нашем городе растет колья вспоминаю просто несколько лет назад когда мы действительно вообще со старость начинали у них были первые такие волонтерские группы потом так получилось что серебряные волонтеры у нас появились она собственно говоря совет подобровольчества первый был создан для того чтобы именно вот эту вот категорию людей людей взрослого такого хватило ну ахватить до и тогда были придуманы у тебя помнить хорошо тогда были придуманы серебряные волонтеры фонд детям house какая у нас этому времени уже была у нас действовал тогда добрый декабрь но потом абсолютно верно она принесла свои коррективы. И мало того, что пандемия нас закалила, мы думали, что самое страшное закончилось, но сейчас направление деятельности волонтеров стало намного шире. То есть, если раньше это были все-таки либо профессиональные волонтеры, то есть волонтеры-медики, волонтеры-поисковики, да, в МЧС, которые были, это были волонтеры, которые проводили разовые какие-то благотворительные акции в течение года, и все. Сейчас у нас-то работа не прекращается. То есть, мы даже вот посылка солдату, наша акция, которая идет очень активно в ноябре-декабре, она у нас мягко потом начинается опять в январе, не прекращаясь. Ну, собственно говоря, склад у нас работает каждую среду и четверг, не останавливаясь. И надо сказать о том, что вот для меня очень радостно во-первых, то, что в Абакане очень развито взрослое волонтерство. Это вообще специфика нашего города, и я очень благодарна всем категориям, и предпринимателям, и учителям, и медикам, действительно, взрослым нашим, действительно, серебряным волонтерам. Если взять, например, опыт других регионов, там в основном волонтерство – это детская такая организация. Студенчество, да, еще, наверное. Студенчество, в лучшем случае, да. А у нас все-таки вот это большое достижение, низкий поклон отделу молодежи, управления культурой молодежи и спорта, потому что это их заслуга в первую очередь, что они смогли подключить сначала студентов, которые, повзрослев, не бросили это, они сейчас вот уже, им уже и за 30, и за 40 многим, да, а они все равно волонтеры, они продолжают уже подключают своих детей, то есть у нас уже есть поколение, где есть бабушки, родители и дети. Но волонтерство взрослых привели дети, это безусловно, это заслуга ГОО. У нас очень дружный город в этом отношении. И мы все можем объединяться, когда это требует время, какие-то обстоятельства. Ну, давайте тогда еще, наверное, какие-то частные истории, частные случаи. Вот если говорить про серебряное волонтерство, мы вот когда общаемся с этими людьми, мы знаем, что они и волонтеры культуры, они и люди, которые всегда участвуют в субботниках, да? Сейчас на новогоднем троллейбусе буквально едут. Уже сейчас на новогоднем троллейбусе. Да, да, да. Два часа ровно стартовал. Их вообще можно встретить на улицах города, когда нужно проводить какие-то акции. Да и просто я вот наблюдаю за этими людьми, если даже они участвуют в каких-то мероприятиях, даже как гости, они всегда, ну, готовы там поддержать кого-то, какую-то эмоцию свою высказать и так далее. То есть это люди безотказные. И я думаю, что это правильно, что именно главенствующее звено именно они, потому что они могут как наставники работать и воспитывать. Да, это очень клево. Вот поэтому хочется еще немножко частичных историй. Ведь у вас на складе вот эти уважаемые бабушки, нет, не могу их назвать бабушки. Нет, женщины прекрасные. Женщины прекрасные. Нет, не бабушки. Взрослые девочки. Хотя бабушки там трижды и четырежды, да. Прекрасные люди с большим сердцем. Работают, ну, очень много. Я видела эти огромные посылки. Я видела, что они все это скрупулезно считают. Почему они там? Кто-то пришел, потому что волонтеры по жизни, а у кого-то привела же личная история. У нас там работают мамы мобилизованных, мамы контрактников. То есть тот, кто нашел свою отдушину, что так помогать, быть причастным к своему ребенку, так быть с ним на одной волне, в одном информационном поле. А пришли, а на складе у нас приходят люди, которые просто не знают даже, куда прийти. В том отношении, что вот мы примесли, а мы хотим еще что-то сделать для фронта. Расскажите нам, покажите нам. И там дальше начинается уже общение, и люди дальше тут плести, сети кого-то мы отправляем, что вот может мы этого пробовать. Кто-то начинает готовить утренники для мобилизованных детей и так далее. То есть всех привело общее желание быть причастным к большому доброму делу. Но есть личная история, Людмила Анатольевна. Есть личные истории. Когда вот расскажите о том, как люди, даже несмотря на то, что что-то там у них в жизни сложно, непросто, они жертвуют и даже деньги. Ну, таких историй много, потому что если все их перечислять, я просто боюсь кого-то забыть. Но то, что у нас, если мы говорим только сейчас о истории с посылкой солдата, то у нас действительно есть несколько пожилых людей, взрослых людей, которым далеко многим за 80, ближе даже к 90 годам, которые каждую пенсию в начале месяца они приходят, приносят у нас ее. У меня есть несколько женщин, которые в течение месяца вяжут носки, и она приходит и приносит, например, две пары носков и две банки тушенки с пенсией. И говорит, это двум мальчикам. Каждый месяц в начале месяца. Взрослые мужчины, которые у нас, наш прекрасный Андрей Михайлович, я это видео показывала, который пришел ко мне на третий день после мобилизации. Мы покажем это видео, друзья, сегодня. Да, и он зашел сразу с порога и сказал, чем я могу помочь, где я могу быть полезен. И тогда только все начиналось, и первое, с чем мы столкнулись, с тем, что была нехватка, если вы помните, дров и угля, тогда... Потому что мужчины были там мобилизованы, и вообще разные истории. И вот буквально с разницы в несколько часов пришли первой группой, я их называю броневики, потому что это работники железной дороги, у которых была бронь. Они не были мобилизованы, но они посчитали своим долгом, что если вот эти мужчины ушли, а они остались здесь, то они должны быть... Они должны помогать. И вот они первые, кто начали работать непосредственно, искать дрова, помогать с углем, развозить это все. И Андрей Михайлович, он на спецавтобазе сначала рубил дрова, потом, когда мы все развезли, перерубили, он в декабре приходит, говорит, что должен делать еще? Вот он пошел на склад, он помогал формировать посылки. Потом нужно было изготавливать стропилы, когда мы начали делать сети, нужно было изготавливать стропилы. Он пошел на склад, где у нас работают девочки наши, которые делают сети. Наша война здесь вот. Мы тут, как лошади Паши, делаем все для фронта, потому что там наши. Женщины сети вяжут. Кати, Веры, Даши. В России много контур, а мы не контур, мы наши. Угры из пушек лупят, там квадрокоптеры, пропеллеры, Маша, вот привезут туда эти сети и укроются ими наши. Вместе добьем нацистов. Жизнь станет лучше, краше. Хватит сидеть на диване. Приходите на помощь. Наши. На самом деле, мало кто знает, что у нас в городе есть несколько общественных организаций, это и будем жить, и все для победы. Там, где... Жьем для фронта. Жьем для фронта, да. Там, где люди самоорганизуются и начинают это делать непрерывно. Мало кто понимает, что они работают и 31 декабря, и 1 января, и 23 февраля, и 8 марта. У них выходных нет. Нет праздников и выходных. Нет совсем, потому что они говорят, у мальчиков же у наших там нет выходных. Почему мы здесь будем отдыхать? И они вот так чувствуют свою сопричастность. Мы, конечно, нам есть чем... Мало того, что люди наши, которыми гордиться, можно бесконечно, потому что, для понимания, у нас грузы уходят каждые две недели, а вот эти два месяца перед Новым годом, они у нас уходили каждую неделю. И это не маленькие какие-то посылочки. У нас уходят, у нас увозят военные, они увозят большими машинами, и поэтому большое спасибо всем. Если интересную историю вспомнить, вот этот раз перед Новым годом у нас, поскольку мы на связи с нашими ребятами и спрашиваем, что вам отправить, например, и была интересная история, когда они сказали «Привезите Ханкуль». Воду из дома, да? Да, привезите, пожалуйста. То есть мы думали, ну там ладно, какие-то теплые там вещи, может быть, там лекарства, когда просишь. Тут говорят, вот мы так соскучились по Ханкулю, и большое спасибо нашему предприятию, которые отгрузили эту воду, нашим военным, которые эту воду отправили. Но интересная история потом была, как бы довезли груз до Луганска, и там нужно было уже по направлению, по определенному отправить на машины. Наши же парни, которые в Луганске, оказывается, тоже там служат. И когда увидели, сказали, пожалуйста, оставьте хоть две упаковки. Ну мы поняли, что нам, видимо, надо готовить еще раз. Это потому что, ну вот, видимо, вкус дома у каждого свой. Потом интересная была история у нас в прошлом году, как-то так вот, да, везли-везли-везли, а после Нового года, Аня, если ты помнишь, было какое-то затишье. Я говорю, нам надо что-то придумать, чтобы вот, да, чтобы опять это все началось, и мы придумали акцию «Открытка на банке». Вот это вот как раз это абаканская история. Она была придумана в Абакане, она нами была запущена. Сейчас вся страна делает эти открытки на банке, и мы очень рады, что вот так все подключились. Вот это вот история, когда вся страна вместе, абсолютно не жалко этим делиться, и пусть пользуются, конечно. Катя, я хочу, чтобы ты рассказала. Тоже была история, третья школа покупала плащи-палатки. Вы их искали, объединили педагогов, родителей, неравнодушных меценатов. Сколько ты привезла? Больше тридцати? Да, тридцать шесть плащей-палаток. У нас прошла большая благотворительная ярмарка, организованная родителями в большей степени. Вот, всю школу объединила. И мы еще тогда думали, какую именно помощь, поскольку все равно мы понимали, что для того, чтобы, так скажем, в декабре под Новый год наши бойцы получили посылки, необходимо начать чуть раньше. Многие спрашивают нас, почему Добрый декабрь стартовал в ноябре? Вроде название такое. Потому что для того, чтобы в декабре все случилось, необходим некоторый подготовительный этап. Вот, и как раз папа учеников нашей школы отправил видео, точнее, командир его части, где так и сказал, что, вот знаете, многое чего есть. Есть новая форма, есть вооружение. Но вот новая форма, к сожалению, не предусматривает плащи пончо, он их называл, да, плащи палатки, нам известные. А это очень необходимая с точки зрения тех погодных условий вещь. Да, я знаю, что Людмила Анатольевна специально для нас советовала с военными, то есть мы выбрали, где их можно купить. Лучшая модель. Она у экспертов в области, так сказать, спросила, что все-таки лучше всего подойдет для тех погодных условий. Нам указали на конкретные модели. Мы, в свою очередь, эти конкретные модели заказали, они нам пришли. Причем, уважаемые зрители, заказать такую вещь можно просто на любом известном маркетплейсе, она придет, ее можно привезти в склад. Сейчас, как-то, их уже отшивают. То есть, к тому моменту мы кинулись ко всем, их не было действительно и давно уже, потому что они советские, говорили, вот ищите именно советские, вот те, которые были когда-то. Их можно использовать не только для укрытия, но и для того, чтобы и настилы делать и так далее, как тенты. И мы когда кинулись, то оказалось, что случайно нашли, на самом деле, успели заказать. А теперь все, теперь мы их уже отшиваем и мы очень будем благодарны, если люди, например, ткань будут приносить, потому что шить есть кому, даже сети, когда плетут, мало кто понимает, потому что материал, из которых они изготавливаются, он мало того, что дорогостоящий, его не всегда еще можно приобрести. И поэтому, если кто-то, мы будем очень благодарны, потому что руки, слава богу, есть у нас действительно очень много женщин, низкий им поклон, которые, несмотря, еще раз говорю, на свою занятость, на то, что у каждой есть семья, и семьи подключаются при этом тоже. Я когда была, значит, в такой общественной организации, которая называется сейчас «Шьем для победы», я вот что еще заметила. к ним приходят люди, берут заготовки и увозят к себе домой. Я говорю, а что вы делаете? Они говорят, да вот моя мама, бабушка, они дома сшивают эти заготовки, не можем прийти сюда, забрали, домой сделали. А еще, что я вот тоже заметила, они об этом говорили в своих репортажах, в соцсетях, о том, что вот если пришел солдат в отпуск, он может к ним прийти и абсолютно любую, ну, вещь там попросить, заказать, и они ему сделают, вплоть до нательного белья. И только вот, я помню, мы делали этот сюжет в начале декабря, уже тогда у них было наименований более 40. То есть то, что они отшивают, ручная работа, абсолютно, друзья. Это абсолютно верно, потому что здесь еще важно понять о том, что солдаты мы, конечно, можем, которые в отпуска придут и давайте мы всегда все это предоставляем, он много увезти не может, потому что ограниченное количество веса и так далее. Поэтому мы иногда берем просто, допустим, номер части, да, или расположение, и потом, когда есть возможность туда отправить груз, то мы туда добавляем. Я еще раз говорю, просто вот сейчас сразу же на память приходит туинская диаспора, где девочки шьют в огромном количестве. Они нашли помещение? Они ищут помещение. Еще ищут, да. Да, потому что сейчас у них вот идет история такая замены помещения, ищут помещение, их десятки там стоят и плетут, и у них не останавливается процесс, они приходят после работы. В выходные дни и постоянно вот эти вот отшитые нательное белье. Мы вот груз на прошлой неделе отправили, следующий у нас уже будет после Нового года, поэтому еще раз говорим, что 10 января склад начинает работать, и можно уже ехать. А я еще хочу сказать, что на самом деле в интернете очень много разных мнений, например, ну, зачем собирают, разве не хватает, для чего забирают, кому это нужно. И вот я, знаете, слышала вот такое независимое мнение одного из военнослужащих, он сказал, на самом деле у нас здесь есть все, но просто то, что приходит из дома, то, что приходит от людей, оно не будет лишним. Про носочки, ух, в сердце, да? Носочки в сердце, это мамочка наша. Мама со склада, да. Она пришла к нам на склад работать, ну, то есть поставили мы ее с носками, там сортировать носки, по размеру упаковывать их. Ну, и она с сыном на связи, бачить какое-то время, и говорит, слушай, ну, что-то я вот тут за теми шестными носками как-то занимаюсь, мне кажется, ну, не нужно это все, там же промокает, наверное, это все, вы там в Берцах, зачем это все, наверное, ненужный труд я делаю, вот какие-то такие сомнения, и говорит, ты не повесь, он вот прям их от сердца достал, и говорит, мама говорит, они всегда со мной. Здесь даже, я где-то разулся, одел их, вот я уже как дома, я выдохнул, положил их, думая, что кто-то для меня их вязал. Я, естественно, думаю, что, может быть, это ты для меня связала. Знаю, что не ты, но все равно это приятно, потому что тепло, это как дома. То же самое с письмами, Катя, у вас пишут письма дети? Конечно, и письма делают, и свечи, и вот, знаете, свечи же много сейчас делают, и как раз есть видео про то, как правильно нужно делать свечи. То есть с нашими шишками, с шишками. Точно аромат дома, да, в Сибирске. Это опять интересная история. Просто пришло видео, где бойцы делятся о том, что лучше свечи делают вот эти, потому что эти, значит, очень плохо горят. Я приезжаю на склад и говорю, так, ребята, сейчас все встали и тренируйтесь делать так, чтобы они там за нас не переделывали. И мы действительно там прямо в течение всего дня и взрослые дети пробовали, сколько доливать, что, как картон класть правильно, шишки. Вот эти наши, конечно, эти сосновые, особенно наши ребята, сибиряки, они когда увидели эти свечи с шишками, они говорят, девчонки, все, вот вы нас просто, мы сразу поняли, что это наше, что это, ну, никто бы этого не сделал, это точно сибирские девчонки, только они могли эти шишки туда напихать. Вот, поэтому, естественно, это, истории очень много, и сути очень много, и все это закольцовано, и бывают истории, когда приходят солдаты, которые получали наши посылки, и они говорят о том, что вот, представляете, открыли это вот именно из дома, поэтому это очень приятно, особенно детские письма, которые, у нас была история, помните, когда, значит, мобилизованный, 19-ю школу закончивший, ему досталась посылка, он ее открыл, а там письмо, я ученик, 19-й школы города Абакана, да, и он прислал видео о том, что я обязательно приду в школу, в свою любимую, обязательно с тобой встречусь, передай привет всем моим учителям, там, так далее, бывают истории, такие совпадения, поэтому все, что мы делаем, это, естественно, все не зря, все не зря. мне кажется, это очень важно, что все эти истории, про то, что причастным быть легко, Добрый декабрь изначально создавался, как вот то, что объединяет все-все-все-все-все-все дела в городе, отбором занимаются старосты, которые каждая свою семью знает, видят лицо, образовательные организации, которые тоже знают своих детей, вот для этого нужен координационный совет, который у нас есть в городе, потому что мы собираемся, и вот в начале ноября мы собрались, и мы сразу же проговорили, что к 19 ноября должны были быть готовы списки, всех, кого берет на себя вот как раз управление образованием, кого берет на себя управление социально-патистическое население, кого берут старосты. Третий год подряд в нашем городе вручается премия памяти и имени Николая Генриховича Булакина. Это высшая награда. Да, вот на самом деле высшая награда. Признание. Общественное. Общественное. И каждый год эта премия направляется на благотворительные нужды. Первый год нашему фонду была передана вся сумма, в том году мы получили половину суммы, вторую получил еще один. Фонд Кристалл. Да, чудесный фонд, который работает с пожилыми людьми, фонд Кристалл. В этом году получивший премию Василий Николаевич. Хамин. Хорошо всем, думаю, знакомый. Как назовем его? Главный строитель Абаканда. Главный строитель Абаканда. Тоже принял для себя решение передать премию в благотворительный фонд на пользу детям. И сейчас у нас череда вручений весьма дорогостоящей техники. К сожалению, техника не дешевеет вообще. И я могу измерить премию имени Николая Генриховича в ноутбуках, сколько это было. В первый год сколько семей мы смогли охватить. Ну вот, скажем честно, вот сколько мы в том году наполовину премии купили вместе с пожертвованиями горожан, в этом году мы столько на всю премию смогли взять. Настолько изменились цены. А ведь детям хочется подарить хорошую технику. Ведь, например, сегодня одно из вручений. В семье случилось горе, пожар. К счастью, все живы. В семье трое детей. Да, один ребенок инвалид. Остались только стены от дома. Сгорело все. И мальчик три года занимался программированием. Вот это его мечта, его цель. И, естественно, это его жизнь. Его реализация. Да, его реализация. Он по-другому. Мир он видит через это. Все понятно. И понятно, что сейчас, когда задача восстановить, отстроить дом, да, ну, не до таких подарков, не до техники. Вот сегодня мы для него были добрыми волшебниками. Или другой ноутбук, который мы тоже сегодня вручили. Девочка, спортсменка, кандидат в мастера спорта, живет с семьей в общежитии, там, вот, на очень маленькой площади. И родители пенсионеры. Понятно, что ей, вот, на следующий год, скорее всего, она станет студенткой. Мы очень надеемся, в училище Олимпийского резерва, да. И ей для учебы, естественно, такое средство нужно. Ее семья, естественно, к сожалению, его позволить не может. Поэтому Новый год, время вот таких чудес, да. Или наш с вами недавний визит в семью, где тоже ребенок с очень сложным, тяжелым заболеванием. Работает только один родитель, с сестрой, да. Есть еще дети инвалидов в семье. Понятно, что все средства уходят просто на лечение. И мама говорит, ну, если нам не получится, может, есть кто-то другой. Я возьму потом, наверное, кредит. Ну, если есть у нас отзывчивые, добрые, вот, такие неравнодушные взрослые, ну, здорово, что такие чудеса в нашем городе случаются. И становится их все больше. Я хочу сказать, что это очень важно, вот такая ценность, когда можно в социальных сетях, на страницах фонда прочитать истории, может быть, рассказать историю какой-то семьи, в котором нужна помощь, да. И люди, ведь дети мечтают о другом. Важно расскажем. Важно расскажем. Конечно, даже об игрушках. Прошлогодний, прошлый, прошлый год. Да, да, да. Про, 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 тоже девочку с машиной. Про акулу. Не про акулу. Ну, про платье. Акула тоже. Про платье. Про платье. У нас Анна Николаевна лично причастна к исполнению. Расскажи. Да и лично, все, 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 все мои подписчики. Все жители города. В общем, у нас на елке желания оставалось один конверт. Ну, все вытянули, но оставалось один конверт. Я говорю, давайте вытянем, что уже, что-то должно случиться. Мы открываем, и там многодетная семья. И мама пишет. Дело в том, что вот у нас, вот у четвертом классе, у дочери, у сына выпускной, и у старшей девочки тоже выпускной. И садика выпускной. И садика. То есть три выпускных в один год. И вот, и мы не можем, дедушка Мороз, может, вот для старшей дочери доченьки платье на выпускной. Что хочется быть красивой, на выпускной. Ну, на выпускной девочке хочется быть красивой. Вот. А это было где-то 30-е, наверное, 31-е. То есть вот уже последние часы. Вот, как бы, ну, что, что? Соцсети. Соцсети очень круто. Да. Дорогие жители, давайте все вместе сделаем чудо для ребенка. Вот, пожалуйста, все вместе. И мы буквально за... Ой, ну, несколько часов буквально, что мы собирали там сумму около 8 тысяч рублей. Мы съездили, предприниматели купили сертификат на эту сумму. Она говорит, я еще скидку сделаю. Я все рассказала. Я еще где-то скидку миллионные сделаю. Пускай только подпишут, что этот сертификат, этот, ну, новогодний, подарочный Деда Мороза. И вот я думаю, когда им вручали, то есть сладкий подарок вручали всем малышам. И вот они вот этот сертификат. Она уже взрослая, такая была уже не верить в Деда Мороза. И вот этот сертификат, и она стоит такая, смотрит. А мне на все деньги можно будет платье купить? Я говорю, представляешь, на все? Тебе еще и прическу сделают? И она прям стоит вот с этими глазами, вот когда взрослый человек чудо увидел. Вот эти глаза, вот, ничего себе, оно существует. И вот это вот как раз история, когда чудо может случиться с любым, когда все этого захотят. Про тепло это, конечно, очень важно. Я тоже... Друзья, я знаю... Мне на самом деле важно про эмоции рассказать. Мы рады, что у нас каждый год все больше отзывчивых и предприятий, и предпринимателей. Например, в этом году огромный взнос нам сделал наше муниципальное предприятие стоматолог. Стоматолог, да. Вообще каждый раз отзываются, наверное, на все акции, да. И часть чудес больших произошли за их счет. Или вот вышли, например, в этом году к нам предприниматели с частным детским центром. У них довольно высокая цена за вход. Вот прям очень высокая. И они сказали так, вот нам очень хочется, чтобы к нам пришли дети, которые, мы понимаем, вот к нам никогда не попадут. И родители их никогда за эти деньги сюда не приведут. И мы отобрали, собственно, таких ребят. Для них был организован праздник с аниматорами красивый, накрыт красивый стол, возможность поиграть в детском центре. Конечно, когда ты смотришь на ребят, которые пришли, например, раз, и девочка без носков, вообще без носков. Мы спрашиваем, а почему ты без носочков? Она говорит. И она оправдывается, она говорит, что она думала, что ей просто разуваться не придется, а так носков у нее нет. И, конечно, там быстренько бежишь, носки покупаешь, на ребенка их надеваешь. Надо понять просто, мы действительно, жизнь идет вперед, мы живем материально лучше, что ни говорить, и нам кажется, что все так живут. И когда ты видишь, на елку приводят ребенка в белой майке и колготках, и для них это наряд. И когда у нас реально, в наше время есть дети, которые едят конфеты только в Новый год. и многие в это не верятся. И почему-то многие думают о том, что боятся брать конверты на елке желания, думая о том, что там точно либо айфон, либо какой-то компьютер, либо что-то еще. А вот открывают конверты, там бывают настолько простые мечты. Флешка. Флешка на 64 гига. Можно? Для дедушки, пожалуйста. Да, или адаптер соединения какой-нибудь элементарный. Лента новогодняя, комнату украсить. Гирлянду. Гирлянду на елку. Или что-то еще. То есть детские мечты, на самом деле, они от взрослых очень отличаются. И поэтому в этом году, кстати, у нас впервые вообще спасибо огромной команде Абакана, потому что количество конвертов на елке, к сожалению, у нас увеличилось намного, потому что в этом году у нас висели письма о детей, которые потеряли своих пап. во время проведения свой. Поэтому там очень трогательные на самом деле письма. Конечно, самое трогательное было это я хочу, чтобы все вернулось назад. Или там мое главное желание ты точно не сможешь исполнить, но вот как-то очень хочется. И дети просили для мам подарки, например, первый раз, чтобы моя мама улыбнулась. Или, например, письмо очень трогательное. когда старший брат пишет письмо и говорит о том, что подари, пожалуйста, мне не надо ничего, подари коньким вашему брату, потому что папа хотел их подарить ему на Новый год. Ну, вот такие вот вещи простые. И вот в этом году у нас было много конвертов, не буду говорить, сколько. Все депутаты всех уровней наши абаканские, то есть и Верховного Совета, и Городского Совета, и администрация города Абакана, и глава города, и заместители, начальники отделов, сняли все конверты. То есть у нас даже потом приходили люди, и мы говорили о том, что у нас, конечно, есть семьи, вы обязательно им поможете, мы сейчас решим вопрос, мы допишем письма. Но конверты были сняты буквально в первые три дня все. И вот сейчас мы развозим все эти подарки. Многие везут сами, потому что это на самом деле такая прививка доброты. Это когда ты хочешь, вот когда говорят, вот есть все, что подарить человеку, у которого есть все. Подарить ему конверт с елки. Потому что очень многие, у меня в первый раз в этом году была история, когда снимали люди конверты, подходили и говорили, спасибо вам за то, что вы нам дали эту возможность. вспомнить о том, что мы все люди, все человеки, и что о том, что на самом деле оказывается рядом есть те, особенно маленькие дети, которым требуется внимания и не такое много. И вообще мечты начали меняться. Мы в этом году, мне даже спрашивали, а что было в этом году в конвертах? Ну там, допустим, в прошлом году там какая-то про технику в основном была история, да? В этом году были коньки, было очень много коньков. Очень популярно. Это прямо хорошо, это спасибо, что в нашем городе много, конечно, ездили покататься, и поэтому дети просили очень много коньки, куклы Лу в этом году у нас очень были популярны, и медведи. 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 То есть все хорошо, Абсолютно детские мечты. Нет никаких вот заученств таких, поэтому мы всем предлагаем, и у нас еще впереди Рождество, и если кто-то не успел снять свой конверт перед Новым Годом, то, может быть, вы это сделаете перед Рождеством. Знаете, я думаю, что вот на этой эмоциональной ноте можно завершить наш эфир, и я, знаете, что хочу сказать, что действительно нужно и надо делать добро не только в канун каких-то праздников, в какие-то даты, а просто, просто так, и не важно, кто вы по профессии. Абсолютно. Сколько вам лет можно это делать здесь и сейчас, и мне кажется, это будет круто, и мы будем все счастливы. Все у нас будет хорошо. Счастья вам и делайте добрые дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!